Новый расклад, новая неделя, новые рекомендации, подсказки от карт Таро. Я напомню, я Юлия Качера, тренер по технике речи и публичным выступлением. И я обожаю получать подсказки от карт Таро. У меня даже сегодня другая колода. Все новое. У нас сегодня Таро, союз богинь. И очень часто я говорю о том, как проигрывается. «Моя неделя», «Как проигрались карты». И иногда, знаете, такие подсказки, они как будто бы все само собой происходит, и все прекрасно, как будто бы и карты были не нужны. Знаете, а с другой стороны, очень часто я обращаю в процессе внимание на то, что кто-то что-то говорит, какая-то приходит информация. Я вспоминаю, что в рекомендациях, в подсказках было «Перепроверь информацию». И действительно, в такие моменты совершенно по-другому многое проигрывается. То есть карты для меня — это помощники. Это такие вот, знаете, действительно, на что важно обратить внимание. Итак, поехали. Расклад на неделю с 14 октября 2024 года. Первая карта. «Император». «Император» — это та карта, когда мы умеем вести своё войско за собой, когда мы умеем управлять. Вот здесь очень важно действительно брать ответственность, действительно говорить о том, что это ваше, о том, что у вас есть такое мнение, о том, что вы готовы нести ответственность, о том, что вы готовы действительно брать какие-то предложения, проекты и так далее. Всё, не сидим, сложа ручки, а управляем. Такая карта очень активная, хорошая, интересная. Вторая карта. «Девятка жезлов». «Девятка жезлов» — это такое получение, приобретение опыта. Для того, чтобы этот опыт был мягким, был приятным, важно уметь анализировать, ассимилировать опыт, что сработало в этот раз во время этих переговоров с этим человеком, например, во время этого выступления, а над чем ещё нужно поработать, что важно поменять в следующий раз. Что не сработало, я спокойно понимаю, что я меняю, я отказываюсь от этого, но это не рабочая схема, поэтому ухожу от этого. Но здесь, правда, важно понять, что работает. Ну и третья карта — это у нас «Восьмёрка чаш». «Восьмёрка чаш» такая, видите, карта «Отпустить». В некоторых колодах эта карта про то, что я осознанно ухожу сам. Да, грустно, печально, но я принимаю решение уйти. Для меня это лучше всего будет в плане всей моей карты жизни, а не только когда сейчас не хочется уходить. А в данном случае, видите, эта карта как раз, когда он уплывает, а она остаётся на берегу. Эта карта «Отпустить». Отпустить тех людей, которые всё уже и жили себя в моей жизни. Отпустить какие-то моменты. Знаете, ну, к примеру, могло прийти предложение, вы приняли его, вы готовитесь, а вам потом говорят в последний момент, ну нет, встреча не состоится, не поедем, нет, этого не будет. И здесь легко к этому отнестись. То есть мы делаем выводы, мы как раз ассимилируем опыт, да, и при этом понимаем, вот это был лучший вариант вообще для меня. Хорошо, я теперь знаю, как с тобой общаться, как с тобой коммуницировать, надеяться, не надеяться, рассчитывать, не рассчитывать и так далее. Но вот сейчас этот человек или это предложение, ну, должны уйти. Аффирмация недели. Самая главная, основная опора у меня внутри.